Сильные, смелые богатыри земли русской – невыдуманные герои мультфильмов и сказок, а реально существующие исторические личности. О том, как жили защитники Древней Руси, с кем сражались, какую броню использовали, узнали ученики 4-го Б-класса 11-й школы на уроке живой истории в объединении Армир – Центра внешкольной работы. Я запомнила то, что в то время оружие стоило качественно дорого, лук стоил дороже, чем меч, потому что это была ручная работа. У богатырей наших была тоже очень хорошая защита. Они носили кафтан, шлем и перчатки. Луки были сильнее арбалетов, воинов были специальные бронежилеты, кольчуги, шлемы, были острые мечи. Луки стоили дороже арбалетов и мечей. Узнали ребята немало интересных фактов про рыцари и крестовые походы. Войну со степняками, а также заглянули в ту историческую эпоху, которую в школе им только предстоит пройти – Московское царство Ивана Грозного и Стрельцов. Мы рассказываем про то, что это была самая первая регулярная армия в России, про то, что это первая военная форма, про огнестрельное оружие, про холодное оружие, то есть бердыши и сабли. Когда лекция подошла к концу и все вопросы ребята задали, наступила самая любимая для многих часть урока живой истории – интерактивная. Гости музея смогли на мгновение перенестись в другие эпохи. Примерить шлем рыцаря, перчатки богатыря или удержать в руке настоящий меч. И даже попробовали подудить в сигнальный рог. Это увлекательное путешествие ребята запомнят надолго. Мне больше всего понравилось то, что в очередной раз мне доказали то, что страна, в которой я живу, самая одна из самых сильных стран, ну то есть самая сильная, самая большая. Ну, то, что мы вообще не победим. То, что мы были богаты ресурсами, то, что у нас было довольно хорошее вооружение. Ну, и то, что все хотели завоевать наши земли, а у них это так и не получилось. Закончили встречу коллективной фотографией на память. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.